Здравствуйте! В эфире недели информационный дайджест прислужбы Министерства внутренних дел в студии Фируза Ачилова. В ближайшие несколько минут мы ознакомим вас с подборкой наиболее важных новостей, касаемых деятельности органов внутренних дел. Как всем известно, с 5 августа в нашей республике начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения. А в целях обеспечения общественной безопасности во время вступительных испытаний, предупреждения различных нарушений, привлекаются сотрудники органов внутренних дел и Национальной гвардии. В нашем следующем сюжете пойдет речь о служебной деятельности в этом направлении. Каждый год абитуриенты ждут месяц августа с большим волнением. Также в этом году тестовые испытания по приему на бакалавриат в 91 высшие образовательные учреждения и их филиалы, функционирующие в республике, начались с 5 августа в два этапа в общей сложности в 53 местах. В условиях пандемии на вступительных экзаменах на новый учебный год особое внимание уделяется здоровью и безопасности абитуриентов, обеспечивается прозрачность процесса. В ходе совместной служебной деятельности сотрудников Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка, Министерства внутренних дел и Национальной гвардии обеспечивается безопасность в этом процессе. Будущих студентов возле входа в первую очередь встречают медики. После измерения температуры и распыления антисептика на руки, парни и девушки в углу осмотра тщательно проверяются отдельными сотрудниками службы безопасности. Граждане, у которых были обнаружены запрещенные предметы, лишаются возможности на год, то есть не допускаются на тестовые испытания. Также не допускаются и те абитуриенты, которые не пришли к установленному времени и не принесли необходимые документы. На территории нашей республики дан старт вступительным экзаменом на новый учебный сезон 2021 года. Доступ на экзамены и безопасность граждан непосредственно контролируется сотрудниками Министерства внутренних дел и Национальной гвардии. Проверка осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляется сотрудниками, а на втором этапе – сотрудниками Государственного тестового центра. На сегодняшний день в тестовых испытаниях приняли участие более 192 тысяч абитуриентов. С каждого пришедшего на экзамен абитуриенты требуется только документ, удостоверяющий его личность, либо ID-карту, а также разрешение, выданное государственным тестовым центром. Какие-либо лишние предметы не допускаются. Несмотря на это, на тестовых испытаниях, прошедших 6 августа, было выявлено 103 правонарушения, таких как 46 попыток занести мобильные телефоны, 3 попытки использования шпаргалок и 13 попыток занести средства связи другого типа. Более 2600 сотрудников органов внутренних дел, более 1800 военнослужащих Национальной гвардии и 300 сотрудников службы пожарной безопасности участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности в процессе прохождения тестовых испытаний. Вход на вечерние экзамены запланирован до 19.00. Но даже после 19.00 среди абитуриентов встречаются те, кто приходит не спеша. Эффективное использование созданных условий в руках самой молодежи. А мы желаем всем им удачи и успехов. Несчастные случаи, связанные с железной дорогой, происходят постоянно. Также хорошо известно, что многие из них вызваны халатностью. Наш следующий сюжет не о человеке, который по неосторожности попал в аварию на железной дороге, а о домашнем скоте. В целях предотвращения несчастных случаев на территориях железнодорожных путей сотрудниками Управления обеспечения на железнодорожном транспорте Ташкентского региона проведен профилактический день в подразделениях станций Ангрен и Ахангаран. К данному мероприятию привлечены 45 сотрудников из числа военизированной стрельковой команды Управления обеспечения на железнодорожном транспорте Ташкентского региона. Мероприятие было посвящено безопасности на железнодорожных объектах, авариям, забрасыванию камнями окон вагонов, раннему предупреждению преступности и правонарушений. Не секрет, что несмотря на то, что профилактические мероприятия и разъяснительные работы проводятся в течение всего года, выявляются многие из вышеперечисленных фактов. В последнее время во время движения скоростных пассажирских поездов оставлены без присмотра домашние животные, которые пасутся в жилых и полевых участках, движутся по противоположному направлению от поездов, что приводит к несчастным случаям. В этом году было четыре подобных случая. Такие ситуации приводят не только к гибели домашней скотины, но и к аварийной остановке машинистами локомотивов, в результате чего поезда задерживаются. Кроме того, в ходе профилактического дня была проведена специальная разъяснительная работа с гражданами, которые пасут скот на железнодорожных участках. С призывами обращать на это внимание, не бросать камни в окна поездов и не ставить посторонние предметы. Указом президента нашей страны с 1 января текущего года вместо биометрических паспортов гражданам стали оформляться ID-карты. С этой новой системой теперь планируется создавать множество облегчений. Подробности в репортаже нашего корреспондента. С 1 января 2021 года во всех регионах республики начался процесс выдачи ID-карт в отделах миграции и оформления гражданства. В настоящее время этот документ, удостоверяющий личность, выдаваемый вместо паспорта, с начала года был оформлен более 515 тысячам гражданам. На сегодня этот процесс продолжается во всех регионах. Сегодня мы пришли в отдел внутренних дел, чтобы получить ID-карту. Мне предъявили все необходимые документы. Мне подготовили мою ID-карту за короткий срок. Я очень довольна. Граждане республики Узбекистан по своему усмотрению могут обращаться за получением и оформлением идентификационных ID-картов в любое подразделение миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, а также в центры государственных услуг. Преимущество ID-карты в настоящее время проявляется при вождении автотранспортных средств. Во время остановки водителей с сотрудниками Дорожно-патрульной службы нужно предъявлять такие документы, как технический паспорт, страховый полис и доверенность. Посредством ID-карты инспекторы смогут увидеть вышеперечисленные документы в электронном виде, а в результате водитель не будет носить с собой такую кипу документов. В отличие от других документов, удостоверяющих личность, в чипе ID-карты, выдаваемой лицам старше 16 лет, содержится сертификат ключа электронной цифровой подписи. Данная подпись дает владельцу карт возможность подписывать документы в электронном виде, пользоваться удаленными государственными услугами и ряд других возможностей. Уважаемые граждане, будьте бдительны при хранении ID-карты, не оставляйте ее в местах с прямым попаданием солнечных лучей, потому как ламинированная поверхность под их влияние может прийти в непригодность. Кроме того, мы рекомендуем вам не хранить вашу ID-карту во влажных местах, вблизи мобильных и технических устройств, под механическим и электромагнитным воздействием при высоких и низких температурах, а также оберегать от попадания в воду. В настоящее время среди населения проводится вакцинация против инфекции COVID-19. При этом стоит отметить, что этот процесс полезен для всех нас. Однако есть и те, кто неэффективно пользуется созданными условиями, занимаясь фальсификацией документов о прохождении вакцинации и даже пытаются продать вакцины. Новая рекомендаторная вакцина против коронавируса. Эта вакцина производится в нашей стране с недавнего времени. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел, были задержаны безответственные медицинские работницы, которые хотели заработать около 28 миллионов сумм за счет этой вакцины. Одна из них в своем мессенджере Telegram даст объявление, что продается вакцина, предоставленная государством для бесплатной вакцинации. Гражданин, увидевший данное объявление, обращается с заявлением на имя начальника Главного управления уголовного розыска МВД с просьбой принять соответствующие меры в отношении медицинской работницы. В ходе оперативного мероприятия с поличным при получении 1 400 долларов США от условленной суммы была задержана медицинская работница, договорившаяся о протаже 186 доз вакцины по 150 тысяч сумм в каждую. В ходе проведенной доследственной проверки было установлено, что женщина получила данные вакцины от гражданки, работающей старшей медсестрой в одной из семейных поликлиник Якосарайского района города Ташкента. По данному факту, в отношении двух гражданок к следственным отделам при УКД УВД Якосарайского района возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 2, ст. 186 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется расследование. В результате превышения установленной скорости, невнимательности и спешки происходят множество дорожно-транспортных происшествий. Печальнее то, что в произошедшем погибает человек. В нашем следующем сюжете пойдет речь о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизнь 4-летнего ребенка. 4 августа на 7-м километре автомобильной дороги, пролегающей по территории Махали-Болстонца российского района, 22-летний водитель, находясь без доверенности за рулем автомобиля Тика, принадлежащего другому лицу, в результате своей невнимательности совершил наезд на 4-летнюю девочку, переходившую дорогу справа налево. В результате девочка от полученных тяжких телесных повреждений скончалась в реанимационном отделении районного медицинского объединения. С целью обсуждения этого дорожно-транспортного происшествия и изучения причин его возникновения, ответственные лица посетили место происшествия. Девочка внезапно выбежала на дорогу слева направо. Я нажал на тормоз, но не успел. Сам того не понял, как я ее ударил. Я прошу прощения. Меня самого повергло в шок. Машина была моя, просто не успел оформить ее на себя. Я ехал со скоростью в пределах 70-80 км в час, но по этой дороге нужно было ехать со скоростью 50 км в час. Я очень сожалею и прошу прощения у членов семьи этой девочки. Уважаемые родители, не будьте безразличны к судьбе своих детей. Не будьте безответственны. Контролируйте их. К сожалению, решение своих дел с помощью каких-либо знакомых – одна из самых распространенных негативных ситуаций. Некоторые даже пытаются заработать, спекулируя своими знакомыми, работающими в государственных органах. В нашем следующем сюжете задержанный сотрудниками органов внутренних дел требовал 40 тысяч долларов США в обмен на трудоустройство в золоторудные предприятия через своих знакомых в администрации президента. По данному факту мошенничества, 1 июля текущего года на открытом судебном заседании Джизакского городского суда по уголовным делам было рассмотрено дело жителя Махалезилол города Джизак, ранее судимого по нескольким статьям Уголовного кодекса. В ходе судебного заседания были заслушаны мнения сторон, а также показания подсудимого. Выяснилось, что подсудимый пообещал одному гражданину устроиться на должность начальника режима охраны золоторудного предприятия Марджонблок, расположенного в Голиаральском районе. Он сказал ему, что имеет знакомых даже в администрации президента, хотя на самом деле таковых не имел. И если тот принесет ему 40 тысяч долларов США, которые он якобы должен будет передать этим своим знакомым, он сможет через них устроить его на работу. На территории Махалезилол города Джизака, возле недостроенного здания, он был задержан с вещественными доказательствами при получении своей доли в размере 1 тысячи долларов США. «У меня нет знакомых ни в золоторудном предприятии, ни наверху. Я не преследовал цели устроить на работу данного гражданина, сказав кому-то. Прошу прощения, мне не стоило этого делать, я совершил ошибку». Подсудимый раскаивается в содеянном. Говорится, что он совершил это, чтобы вернуть долг в размере 5 миллионов сумм, которые он взял у своего знакомого. Но что посеешь, то и пожнешь. После детального изучения мнений и рекомендаций сторон в состоявшемся суде в отношении него был зачитан приговор. В соответствии со статьей 59 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, суд путем полного сложения статей назначил окончательное наказание в виде штрафа в размере 60 расчетных величин, а именно 14 миллионов 700 тысяч сумм и ограничение свободы сроком на два года. На самом деле нелогично, самому нигде не работая, обещать через своих якобы высокопоставленных знакомых устроить кого-либо на работу. Но даже в логических ситуациях важно помнить, что за любое противоправное деяние существует юридическая ответственность. Это были все новости, с которыми мы хотели вас ознакомить. С этой и другой аналогичной информацией вы сможете ознакомиться на официальных страницах Министерства внутренних дел в социальных сетях. Пусть покой и благополучие будут вашими спутниками. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok